Ситуация, когда лицо, гражданин, хочет приобрести новостройку в строящемся жилом доме, квартиру, и в этой связи ему предлагается заключить некий договор, благодаря которому он будет оплачивать деньги и через какое-то время после завершения строительства и приемки в эксплуатацию жилого дома станет собственником этого жиля. Закон действующий предусматривает только один вариант законный – договор долевого участия в жилищном строительстве. К этому договору предъявляется масса требований, у него есть типовая форма, от которой нельзя отклоняться, и значительное число требований установлено для застройщика, которые он должен соблюсти перед тем, как заключать такие договоры. Они касаются и к процессу строительства, и к страхованию, и к обеспечению ресурсами. В общем, государство требует, чтобы права дольщика были в достаточной мере защищены, чтобы он мог, не рискуя, вложить свои деньги в такое. В связи с этим на рынке встречаются предложения от застройщиков, которые по разным причинам не хотят или не могут выполнять эти требования, и предлагают дольщикам заключать договоры с другими наименованиями. Приходилось видеть очень много разных названий, тут изобретательность достаточно широка. Договор инвестирования, договор, просто предварительный договор. Ну вот самый последний был интересный, курьезный случай, договор купли-продажи строительных материалов. То есть дольщик покупает строительный материал, из которых состоит будущая квартира, а потом это трансформируется в право на недвижимость. И здесь что можно сказать? Да, это обход требований, установленных законом, но дольщик должен на стадии заключения договора внимательно проанализировать его условия, и это он на свой риск заключает данный договор. Очевидно, что нужно понимать, что в случае заключения такого договора на него не будут распространяться гарантии, которые дает государство для жертв строительных пирамид. И это, конечно, не решает его право полностью, свое право защищать, но сильно осложняет это дело. Потому что помимо обращения в суд, закон в длевом части гарантирует, чтобы этот процесс происходил в более щитящем режиме. Там есть государственный механизм гарантирования прав от потери. Здесь же такого нет, и можно просто оказаться один на один с застройщиком-банкротом, у которого нет ресурсов рассчитаться и завершить строительство. И государство, конечно, в таких случаях тоже меры предпринимает, но это все гораздо сложнее. Что можно делать, чтобы свои права защитить? Ну, конечно, внимательно договор читать и понимать, что если вы соглашаетесь с него с заключением, то это риски большая часть только ваша. Потому что есть в законе положение, что если страна заключает сделку умышленно, противоречившую закону, то ее интересно защитить потом не так-то лучше и просто. Но все-таки есть примеры в судебной практике, когда суды признают такие договоры договорами долевого участия, пользуясь нормами о притворной сделке, которая считается сделкой, прикрывающей другую сделку. То есть сделка, которую стороны реально имели в виду, правила по той сделке и применяют. И есть судебное решение, когда дольщик, пользуясь нормами о притворных сделках, добивается, чтобы его договор считали договором долевого участия. Это не аннулирует все негативные последствия, потому что к застройщику таких требований нет, он все равно не является легальным, так скажем, застройщиком именно в рамках закона долевого участия. Но кое-какие проблемы с расторжением договора, с возвратом суммы или с приобретением права уже на построенное жилье в итоге, оно позволяет решить. То есть вот такой вариант за комплекс.